привет подписчики зрители это видео для тех кто собрался строить с такого материала как арболит в этом ролике вы узнаете что это за материал из чего он изготавливается как он себя ведет через 10-15 лет и какие его преимущества значит эту стену толщиной 250 миллиметров я построил вот этими крабами где-то между 2007 и 2009 годом эта стена выполняла функцию несущей конструкции под склад видим она длинная достаточно здесь был склад стройматериалов у нее сверху приходилось нагрузка снеговая от крыши и здесь складировалась штабеля из стройматериалов нагрузка шла наверх и как видим вот этот бетон я залил вот этими же крабищами же самое интересное даже не на глубину промерзания меньше лайк поставь ну для тех кто не знает что такое арболит напомню это строительный материал который изготовленный на основе опилок стружки цемента немного песка и извести я специально нагрузил арболит сверху тяжелым кирпичом конструкции грузовой несущей стеной как образцово экспериментальную напомню нацать лет назад хочу обратить внимание специалистов даже несмотря на то что видим между бетоном и арболитом нету никакой гидролизационной прослойки как видим материал не разрушается напомню эту стену я построил очень давно 2000 примерно 7 или 9 2011 начале года мне пришлось разобрать все свои сооружения тут эту стену оставили в качестве забора она стоит уже 11 год сейчас 22 напомню вот без крыши как видим без какой-либо защиты без какого-либо обустройство отведения воды вот видим верхний слой верхний ряд который стоит самых агрессивных условиях как видим кирпич видите кирпич покрошился арболит стоит и вот он замерзает его греют инфракрасные лучи выжигают но он стоит хорошо видим он даже мокрый сейчас январь месяц происходит каждую ночь замерзание с ним ничего не происходит он не разбух от него не отошел вне цемент ничего а кирпич как видим разваливается верхний слой вот так вот я привязывал проволокой маурлаты верхние когда это непосредственно без накрытия стоит да он сверху немножко немножко непрочный стал ну как видим здесь он отличный ставим лайки вот нижние ряды нижние ряды вообще в отличном состоянии ничего не изменилось за 11 лет нахождение в агрессивных условиях без какой-либо защиты если внимательно посмотреть на кирпич сверху он немного плесневеет но арболит даже не плесневеет но нет на нем плесень когда-то давно у меня была столярная мастерская маленькая и каждый день образовывалась гора стружки и опилок я как еще тот новатор свои 24 25 лет организовал производство вот таких арболитовых блоков крупного формата и мелкого формата значит мы видим бетон и арболит говорят что у него очень сильная капиллярная активность смотрим между бетоном и арболитом нету никакой гидроизационной прослойки как я это выполнил я на бетон нанес раствор соотношение цемент на песчаный соотношение 1 цемента 2 песка он тоже работает как гидроизоляция таким образом я отсек капиллярную активность от бетона как видим бетон влажный арболит не рушится ставим лайк ну и вот будучи неудержимым новатором и экспериментатором я решил использовать возможность от своего столярного цеха который каждый день кучи образовывал опилок и стружки пустить это в дело этот арболит это стал одним из первых или не в первых уже бизнесов которых я прогорел так как я варил формы закупал там оборудование кое-какое людей нанимал для изготовления этих блоков но в тот период пошел бум уже на пенобетон и арболит перестал пользоваться и не даже не начинал пользоваться никаким спросом так как люди считали что арболит это ерунда он как бы полностью там нехорошие он там развалится сгниет сплесневеет но пока едем на другое место на другое сооружение которое построил тоже этими крабищами примерно 2014 там там году расскажу самые хорошие самые четкие свойства этого материала значит самый главный плюс этого материала то что он является очень к создать теплым материал для родительных конструкций кроме того как вы видите этот материал может быть даже еще и несущим второе его плюсом и большой это то что его цена цена его стоит то есть маленькая низкая его может изготавливать в принципе любой человек домашних кустарных условиях следующий его плюс это то что он легкий как видите он как вернее как понимаете он весит гораздо меньше чем кирпич бетон примерно вес его сопоставим с весом газа блока наверно до 600 так как по памяти на вес я эти брут блоки брал в руки этими крабищами перетаскал переслаживал очень много и кроме того сейчас мы еще с вами заедем на место где эти арболитовые блоки лежат под открытым небом просто под открытым небом уже более мелком формате не в стене лежат на штабе или на кучу не накрыты и пощупаем поковыряем попробуем его на вкус продолжаем смотреть не переключаемся вот вы с вами приехали ко мне на гараже вот эти сооружения я настроил давно вот видим часть стены выполнена из арболита тоже вставлены два блока это сооружение было построено напомню тоже этими крабищами 2000 примерно четырнадцатом году в гараже моются машины иногда разойти не могу так я его продал давно это уже не мой гараж и вот как видим с этим арболитом ни хрена не случается он стоит защемлен зажат не штукатурен без водостока и смотрим он стоит над рекой то есть тут всегда сильная влажность но как понимаете ничего не происходит с ним и вот этот гараж уже с другой стороны как видим эту стену я поштукатурил тоже очень давно и вот там вот от этого провода и до окна все выложено из арболитовых блоков по кругу вот так пошло тоже как видим штукатурка на месте ничего не отваливается все нормально арболит держит штукатурку никаких особо сложностей с этим нет и вот есть видео у меня прошлое на канале даже его жёг паяльной лампой облаживал им костер в качестве мангала он даже не прогорел эту дырку я проковырял он даже сопротивляется огню то есть не горит не тлеет это уже мой дачный участок видим тоже арболит более мелкого формата он лежит тут уже примерно знаю лет пять до этого лет пять всем пролежал также под открытым небом как видим ним особо ни хрена не случается он дальше имеет прочность вот я раздвинул блоки специально туда снег попадал ничего не происходит тут это вон пустотный как видите в нем есть пустоты его обжигает ультрафиолет мороз солнце время ну ничего с ним особо но есть вот и все равно даже этот блок можно использовать стену даже если он вот уже как бы и повидал но не забываем что кирпич тоже попадает под раздачу в агрессивных условиях сейчас я расскажу как его изготовить потому что не так то просто замешать раствор под арболит лайк поставь но для изготовления были то вам понадобится обычная мешалка лопата цемент песок известь стружка и опилки значит в эту мешалку заливаете воды закидываете туда известковые куски гашенной извести такое как паста как сметана как масло она колотается там разбавляется получается известковая жижа в эту известковую жижу до при добавляете определенную пропорцию цемента дальше добавляете туда немножко песка если нужен арболит несущим вам и засыпая постепенно опилок и стружки вы мешаете все подливая воды замешать это будет немного сложно но улаживать формы его только штыковать палкой так как он не вибрируется этот материал его лучше не вибрировать чтобы молочко не осело с песком с цементом куда не надо и постепенно он в полусухом состоянии вы его подмешиваете и уже вываливаете формы и штыкуете трамбуете вручную не на вибростоле это важно ну и вам решать хороший материал арболит или нет стоит ли из него строить или нет я как строитель со стажем в 20 лет и двумя строительными образованиями скажу я смело теперь буду себе строить из арболита если судьба меня заставит опять что-то производить какую-то конструкцию недорого поэтому делайте выводы ставите лайки кто хочет подписываться кто хочет нет ну и всем краба от прораба им лайки и пока